доброе утро друзья только вчера я вам рассказывала про клиентку и вот там пошел ее бывший муж с собакой она живет вот тут вот в доме и сегодня с утра проходила стреляет понятно у нас сегодня столько туристов тут много в общем сегодня утром проезжал проходила и одни что-то там ругались на своем английском языке что-то у нас стреляют сегодня аж с утра видите туристы везде но такие испанцы стреляют с утра не поймут целое утро пум и пум и пум и пум мужчины здесь все равно некуда поехать дальше тут только вперед проезжать а он кстати ее муж с двумя собаками я думал собак у него одна уже у них у каждого своя собака там и собаки не не дружат друг с другом поэтому насколько она мне рассказывала что их нужно выгуливать по очереди но я сейчас вижу двумя собаками ходит хаски у них они они раньше в там в таиланде работали 2 влог буду рассказывать о них и вот оттуда нет собаку привезли в общем у нас сегодня стреляют там сзади где-то прилег что за праздник не знаю может быть какой-нибудь как всегда церковный вот я еду сейчас его ли мы в мир году но надо кое-что купить вот список есть потому что я вообще не помню что над купить но что-то надо так что список в телефоне вот так вот сделала что вспоминала записывала голова дырявая нерабочая старость не радость ну давайте дорогие ну давайте прям так и хочется их подтолкнуть там машина едет возьму такой салантик для всего до всего пару огурцов взяла так надо в это смотрите как интересно продается брокколи пусть с палками зачем палки я вот такую морковку покупаю на морковку по-корейски вообще очень удобно классно не надо ничего делать семьдесят пять копеек стоит так не какие-нибудь овощи нужны были хотя мне шампиньоны ладно буду смотреть припарковалась далеко но зато у меня рядом вот это вот стоянка с телешками скажем так потому что обычно припарковаешься рядышком где-нибудь а потом все равно нужен трибуэль ты дать туда-сюда потому что тележку надо отвозить а это я такая умная говорю лучше дойду один раз чем 15 раз потом туда-сюда вот там даже тележка рыбы мои всегда открываю окошки чтобы он у меня там комфортно себя чувствовал на моем месте моя счастье мусором вожу этот пластик все никак не выброшу да счастье мою дар верность моя сейчас мама вкусняшки кухню загружу себя вкусняшку да я от сладкого решила совсем отказаться поэтому сюда поставлю очень были большие соблазны но я ничего не купила из сладкого только яблоки все я решил опять диеты опять непонятно что ну как диеты у меня проблема сладкие мучное вкусняшка как наверное и у всех вот мучное очень люблю сладкое и не знаю чем буду заменять возле обеденное сладкое потому что я не я когда как говорится голоден салат взяла так если честно не очень много всего купила ездила только за бритвами можем вот нужно были мы бритвы куда-то идти в город не охота было ну что из одних бритв целый вечер нет было никакого желания и мизинцем а почему всегда мизинец страдает так что очень было большое желание в купить там шоколадное печенье такое вкусное было наверное ну я такая говорю нет арбуз дыня и все такое что у меня на камере это капелька ладно поедем домой готовить грудку мою грудку это индейку трындец жизнь наступает скучные и невкусные уже дома сейчас в общем в духовку отправила с мясом завариваю себе чай и буду жарить грибочки ну вот знаете капуста поныне там сейчас наверное нарежу ее я тут себе чай завариваю всякий разный мяту добавила у меня же там мята есть ой как пахнет вкусно так грибочки знаете как буду с чесночком делать и свинцом ой тут раз ржала страсть в общем слышу такой крик ааа думаю что случилось а у нас вот смотрите например пакет вина и пакет чуфы да муж чуфу пьет он прямо с горла знаете пьет потому что я это не пью вот и они стояли где-то там далеко в общем я поменяла местами чуфу и вино думала он не пьет и его не видит и поменяла местами так он взял это вино это же столовая это такая гадость и как глотану представляете то есть ваш мозг думает что вы пьете что-то сладкое но потом вы понимаете что это нифига не сладкое а это вообще противное потому что это вино от ас но она столовая ты зачем поменяла местами я говорю так я думал ты не видишь не пьешь да я пью я все оттуда да я достала оттуда как глотанул ой я не могу я ржала смешно тебе ну правда смешно вообще знаете вот люди мы такие люди так устроены что мы смеемся когда кто-то падает но не говорите что у вас такого не было кто-то из родственников падает и вам не смешно потом уже спрашиваешь не вжибся а сразу всегда хочется ржать ой блин не знаю почему так мы устроены эгоисты наверное так что вот сейчас обжарю чесночек молодой плохо чистится надо было его пришлепнуть вот так а мне что-то лень я сегодня даже это сменила представляете календарь на сентябрь у нас же сентябрь да вот обжарю чесночек добавлю грибочки пока у меня там наверное капусту сейчас порежу в общем процесс идет ну все я его сделала вкусный какой делать 5 минут не лень матушка раньше меня родилась вкуснят мяу а чтобы совсем вкусно было разбила пару яиц любите такое какой нарядный у меня сегодня обед здесь индейка грибочки салатик всем приятного аппетита у нас тут праздник а вот он день рождения может быть или что-то еще непонятно отмечают они вообще соседи веселые очень они что-ли день-то праздник а мы идем гулять сегодня с подругой и дома на сегодня освободилась а сейчас пишет идем гулять во сколько раньше то я 8 выходила сейчас уже знаете затем на превозвращаться дому как бы не хочется еще мы по таким местам идем что он как бы там ну не хочется ночью я говорю давай в 7 вернее она сказала в 7 я говорю давай в 7 а время было без 27 я быстрее руки в ноги несу ей маски у нас у родственников у них магазин есть и вот эти вот маски которые хорошие это защищают все дела в общем они подешевле продают сейчас же разные всякие маски продаются какие хочешь какие не хочешь у нас масочный режим строгий поэтому везде кругом в масках надо ходить и вот ей на поясок повесила несу 5 штучек себе тоже взяли ну я вот гулять вот таких в обычных хожу а потом если в какой-то магазин то уже защиты боли блин да чарли пошли то уже по получше надеваю в общем ходим как фантомасы глаза в очках на морде маска можно хоть голый ходить знаете все равно никто не видит никто тебя не знает ну конечно меня то трудно не узнать с моей белой головой стрижены но все-таки что-то и и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok С тобой разговаривай вообще Ты думаешь? Да, а в смысле? Потому что прям дорога хорошо выложенная В никуда, в море Чарли с тараканом поиграл Тут много сток таких вот тараканов Это не таракан, это, наверное, жука какой-то Скоробах Вот, еще один Жрет что-то О, еще один Говорю, тут дофига больше В общем, мы искали другую какую-то дорогу Но все дороги ведут к морю Ну, пойдем к морю Я уже вышла из душа Уже почти смонтировала все Я вообще по вечерам, знаете, чем занимаюсь Прохожу посмотреть, что у нас там творится С вирусом А как иначе? Да, мне интересно, что у нас происходит Происходит у нас там ничего хорошего У нас очень много городов Которые закрыты Закрылись и закроются с понедельника Очень много Ну, вот как раньше мы на карантине сидели Сейчас у нас на карантин не вся страна уходит А отдельные города Где вот именно много всяких разных зараженных Где вспышки происходят Пока нас это, слава богу, не касается Я вообще ждала, когда все эти туристы Даже наши испанские уедут от нас И оставят, как говорится, нас в покое И не будет никаких этих передвижений В Мадриде там вообще жесть, что творится Там тоже очень много позакрывали В школы все от... Как это? Оттягиваются? Нет Удаляются, удаляются В общем-то, 14-го идут в школу Я вообще не понимаю Я вот у кого спрашивала, когда в школу Никто ничего точно не знает Как вообще это будет все происходить? Непонятно В общем, да У кого дети в этом году, конечно, жесть Сочувствую Вот, потому что И работать надо людям все-таки И детей в школу надо отправлять И, конечно, хочется быть здоровыми В общем, да, трындец какой-то Вот Что еще хотела я рассказать? В общем, у нас каждый день Три с половиной Четыре тысячи зараженных Ну, вы знаете, я вот... А, кстати, вчера новость такая Читала-читала Новость была, что у нас в Андалусе В конце этого года Будут прививки делать от вируса Откуда она взялась? И сегодня клиентам Что-то мы разговаривали Говорят, да, я вчера по телевизору видела Я сейчас телевизор почти не смотрю Точнее, совсем его не смотрю Вот Утром на работе, правда, включаю Чтобы опять же новости посмотреть Но В выходные у нас про новости Про это все ничего не говорят Потому что никакие данные не попадаются Ну, в общем, с клиенткой разговаривали Говорят, да, я слышала Что вот в первую очередь Будут прививки делать В резиденциях Это в домах престарелых Ну, вот, людям, которые Подвержены большому риску То есть пожилые люди, да Хотя сейчас в больнице у нас Тоже не сравнивают это время Вот сейчас много типа зараженных Но это не справлют с мартом Потому что тогда в марте Не делали такие тесты А сейчас очень много всяких тестов делали Вы знаете, я тоже делала Два-три раза уже делала тест У меня и кровь брали И из носа вот это вот Из носа, из горла брали Вот, потом домой звонят И говорят, что, ну, типа У вас вирус не обнаружен Логично, да Иначе бы я сидела дома Вот, мне кажется Сейчас у нас каждый человек Делал эти уже тесты Потому что, не знаю Ну, по разным ситуациям Вот, напишите Вы делали тест на вирус? И как вам? Потому что, вот у меня клиентка говорит Я, говорит, еле вынесла Мне так больно было, когда из носа А мне больше, знаете, было неприятно Когда из горла Потому что у меня рвотный рефлекс Получался Пока она там ковырялась Я думаю В общем, да Жесть Смотрите, у нас уже темно И прохладно так хорошо В общем, ситуация не ахти Как всегда Все друг на друга Срываются Винят Но хотя бы у нас Не будут всю страну Закрывать на карантин Тоже как-то нелогично, да В Мадриде там Вон сколько их У нас В нашем городе Не так много зараженных И, то есть Почему мы должны закрываться Из-за того Что там творится Где-то там Ты где-то там За горизонтом Вот Поэтому Поэтому вот такие вот дела Так что лучше перебздеть То есть просидеть дома И никуда не есть Хотя люди, знаете Ходят и ездят Всякие путешествия Там, ну, здесь Франция Португалия Как они ездят Ну, вот из Франции Вот они в субботу У меня туристы приехали Знакомые на машинах Все, наверное Можно границы пересекать На машинах Я знаю У нас сейчас в Россию Вот у меня подруга Улетела через Турцию Билеты, конечно Ого-го, какие Супер дорогие Но вот улетела Она через Турцию Сидела, правда Там чуть ли не сутки В Турции Ждала пересадку Но все-таки Кто хочет Можно спокойно улететь Ну, как Не спокойно, наверное Но можно улететь В общем Как, знаете, говорят Окно в Европу У нас сейчас через Турцию А я бы Я бы Ну, опять Смотря какая ситуация Просто так Вот сесть и поехать Родственников посмотреть Конечно же Я бы не поехала О, песню слышите? I saw you Песня моей молодости Ой, помните Такую песню Как мы на дискотеке Под нее зажигали Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту Да В голове Крутится одно А говорю Совсем другое Да что ты такой встал Что ты моя рыба Встала Иди к маме придешь Маме Иди поцелуемся Наками Мы с тобой давно Не целовались Иди Жду одну посылку Потому что прям Вот знаете Вот поэтому Не люблю покупки Через интернет Потому что Потом надо сидеть И ждать Когда они придут И трястись Придет она Не придет Да Да Ты моя рыба Сладка Ну все Мы поцеловались С тобой Поцеловались Как-то Разберемся Потому что Ну выходные Уже все Завтра суббота Ну надо же Как быстро Неделя пролетает У меня завтра Я после обеда Тоже работаю Завтра Потому что Потому что У нас завтра У моей клиентки Будет первое причастие У племянника И они придут Прически наводить Как это тоже будет В Мадриде Например Свадьбы Там урезали Там совсем Вообще смотрю По телевизору Свадьба Играет в масках Жених с невестой В маске Вообще Как это так Не знаю Странно Но зато Это будут Всю жизнь вспоминать Что они в год Пандемии Смотрите Куда улегся В год пандемии Женились Да 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 Пишите в комментариях У вас дети в школу ходят Как вообще Вот сестра Сказала Что Крестник мой Сидит в классе К нему Учителя Ходят В класс Так даже удобнее Да Правда Если вы сидите В одном классе Все это время Скучно В общем Не знаю Перемены Как на переменах Дети Мне не подойдет Потому что Потому что У меня уже есть клиенты Буду с ней В общем договариваться О времени Так Тогда я и сделаю Не в пять А пол пятого Правильно И пораньше Поеду на работу Правильно Какая я умная Ладно Пока буду я сидеть Думать С вами буду прощаться До завтра Всего самого лучшего Всем Пока Пока